Всем доброго дня или вечера. Это обзор на отель Joy Island. Сразу с плохой новостью, которую мы здесь обнаружили. Это если у вас самолет будет до обеда или до обеда, все отлично. То есть вы высадитесь там до 12 часов выселения, завтрак включен. Но если у вас поздний вылет, как у нас, реально в 12 часов вечера, то мы выезжаем на катере с отеля в 20 часов. Чтобы просто покушать, надо заплатить за обед за двоих 100 долларов. Но есть у них услуга поздний чекаут. То есть за 150 долларов мы выселимся из номера не в 12, а в 19.00. И так же только можно будет пообедать. Далее в видео будут обзоры вилл, где все расположено. И в самом конце видео мнение об этом отеле. Всем хорошего просмотра. С видом на закат это как раз F. Неплохие виллы, но есть минус. Они сами тоненькие. Из двух номеров, из двух частей состоят в дорисле. Справа самый жирный сок. То есть первое. Как делается, секундочку. Жирный метод, небольшой. Самой лучше просто. Войнусью. Эйч это с бассейном. И А это здоровье на Вилане. В самом конце. На закат потрясающий. Рассвет. Смотрите. Еще 7 часов. Если уж что-то подешевле искать. Выбирать вернее. То подходит Бичвилла. Карта. Видите? Б. Бичвилла. Вот такая вот лагуна. На удивление сегодня нам пора выезжать. Здесь нет волн. Но все равно волнорез есть, который закрывает. То есть смотрите, какая красивая картинка. Берег. Все нет. Работники. Тачка стоит. Видите? Подметают каждое утро на рассвете. Я встаю сделать снимки. А они уже во все работают. Здесь вот уютненько прям хорошо. Ни в коем случае не посоветую пляж А. Фэмили Бичвилла. Смотрим на карте. Это вот самый верхний вид. Видите? Проводка там какая-то начинается. Потому что, ну, у местных же тоже там производство. Еще что-то. Обработка какая-то. Людей тут много. Им же надо где-то жить. Вот. Видите? И он граничит как раз. Эти стены нарисованы. Вот она. Вот моя. Показываю вам ее. По спорту даже снимать не буду. Джим есть. Одиннадцатый номер. Десять дальше здесь. Спа. Два теннисных корта. Этим мы ничем не пользовались. Мы кайфовали, купались. Чего я вам советую. Двадцатый пункт. Архитгарден. Запоминаем. Вот это строение. Тут никогда никого не бывает. Просто никогда. Очень уютненько внутри. Красиво. Вдвоем прогуляться. Сфотографироваться. Ну, извините. Сейчас закрыто. Потрясающее место. Душевные фотки можно здесь сделать. Это пляж Си. Где он, да? Лисит. С видом на закат, но верхняя точка. То есть, там, так называемая промзона, не знаю, ну, где местные пляжи. Это их не пирск, к нему нельзя подплывать. Не так много вил. Здесь начинается уже сюда. Девятнадцать у нас. Это Ватерспорт. Здесь мы брали бесплатно на час каждый день. Ну, мы не каждый день, конечно, плавали. Потому что лень, все-таки взяла свои вверх. Каяк на двоих. То есть, один грибет, другой снимает. Или можно взять по сапу. То есть, два сапа каждый день на час. Тоже бесплатно. Ну, либо каяк, либо два сапа. У нас двое на воду. Здесь обалденно красивый риф. Обалденно красивый. Тоже, наверное, некоторые скажут, да, я лучше видел в Египте. Ну, до которого можно легко доплыть, засунуть GoPro в воду и поснимать. Кстати, всякие красивые видео с этого отеля я буду позже монтировать. Вот, ладно, что это идет. Если хотите посмотреть, прошу на канал. А то некоторые скажут, боже, у тебя один код там. Да, классный код, красивый. Мы его любим. Может быть, он вам тоже понравится. Совершенно бестолковая Иль-Базилика. Четвертый номер на карте. Ни разу туда так не зашли. Зашли, посмотрели, нам объяснили. Надо записаться. Предварительно еще что-то. Вот такие, до свидания. Бассейн, в котором ужасно много детей. Просто все в детях. Ну, и хлорка и попахивает. Ну, как бы. Поэтому мы выбрали океанчик. Потому что океан еще лучше. И по глубине даже бывает мельче. Идешь, идешь, идешь. Не знаю, 25 метров под муру. Он все еще мелкий. И тебе классно. Очень теплый. Маркет. Странное название. Здесь и завтракаем, и обедаем, и ужинаем. Всегда вас встретят. Проводят. Могут выбрать столик. Он состоит, получается, из четырех частей. Одна в помещении. Дальняя левая. И три такие открытые. Но когда ветер, шторки опускают. Шторки очень крепкие эти. Они прям защищают от дождя и от ветра. В общем, какая тут фишка. Вы садитесь, например, на завтрак. Еду, честно, не буду сливать. Просто не буду. Смотрите другое видео. Потому что она классная. Реально, есть еще выбрать, есть еще кушать. Получается, напитки вам приносят официанты. Хотите чай, кофе, бжусы? Говорите ему, он вам приносит. Всегда воду предложат. А за едой сами уже ходите. Рядом с бассейном Рэнбол бар расположен. Смотрим на карту. Отличный вообще бар. Там игры есть, книжки. Несколько книг нашел на русском языке. Очень удивился этого. Хотя тут никто вообще из персонала. Никто по-русски тебя заговорит. Вообще. Чисто транслейтер. Переводим. Глубо, чтобы как-то понять. В WhatsApp'е чувак, который нас встречал. Причем при заселении ни разу никто паспорт не спросил. То есть мы сходим с лодки. Они нас под барабаном встречают. Один парень подходит, спрашивает прям по имени. Мистер такой-то, миссис такая. Е. Ну все, отдельно нас ведет. Отдельно регистрирует. Отдельно багги. Везет. Все показывает. Но еще раз повторюсь. У нас была G. Это лагун сьют. То есть это вилла на закат. Их всего девять. Мы жили в седьмой. Очень удобно. Очень классно. Ну без бассейна получается она. Потрясающее место. Это здание ресепшена. От ресепшена выходим. Вовнутрь получается магазин. Тут магнитики. Посмотрите, по магнитикам. Есть и за 10 баксов, есть и за 7. Мы набрали получается на 53 доллара. А нет, вру 56, да. Я попросил сейл. Нам парень сделал 10% скидку. То есть 46 там что-то и 8 что-то. Ну такое. Меньше полтинника вышло. Вот. Зато их можно в багаж убрать и уже не париться. Дальше. Фотограф. Клиник. Вот они. 14, 13, 12. Когда вы будете приплывать на этот пирс, вас здесь будут встречать с барабанами. Вечером здесь подсветка. Акулки плавают, скаты. Рыбки много. Ну, кстати, акулка у меня. Вообще жидкости здесь очень много. Цапли. Не знаю, может быть, это не цапля. Очень похоже на нее. Но красивая. Тоже, наверное, мы снимали достаточно. Вообще, смотрим где. Ресепшн. Рэмбл бар. Посейн. На закат. Вот этот пляж с огарами. Это у нас получается D. Потом отдельная вилла Е. И 7. Дальше будет чуть позже. Еще один пляж. Седьмой пункт на карте. Здесь делают романтики. За очень много денег. Не буду вам даже этого показывать. А то вашим ММС немного скажет, что вам такое точно нужно. Есть минус. Вот те острова. Это они строят, посыпают. Может, отель будет расширять. Или еще что-то. Может, какие-нибудь крутые виллы сделают. Непонятно пока. Но вот этот песочек, который мы рассвечем, так вот подсвечен. А это немножко раздражает. Закат у нас прямо получается. Рассвет. На ту сторону сейчас пойдем. Все фотки такие классные. Мы сделали здесь. То есть, не ленитесь. Берите с собой штатив. Какую-нибудь треножку. Еще что-то. Где вы можете закрепить телефон. У совместных фото поделать. Если у вас фотоаппарата нет. Я с собой придачу. Два фотоаппарата. Три объектива. Одну GoPro. Два штатива. В общем, было чем заняться. Каждый сам себя развлекает. Как можно. По пути на свою водную виллу. У нас есть такие камни. Очень много крабиков лазит. Лазит они на слон с полец. Это вид суши на виллы. Которые дороже. С видом на закат. Стоит потрачено свои деньги. Реально стоит. Это Rainbow Bar. Там ресепшн. Здесь. Коктейльчики все пьют. Отдыхают. Когда дождь. Здесь ставят колонки и развлекают. Большущий плюс улыбчивый персонал. Вкусная, свежая рыба каждый день. Просто на завтрак, на обед и ужин мы стали кушать рыбу. Потому что она здесь очень вкусная, свежая. Сладкие фрукты. Очень теплый, чистый океан. На самом деле. Не с чем сравнить. Думали сначала, что будет как в Таиланде. Но нет. Мальдивы гораздо лучше. Тут не надо сравнивать и говорить, что там Симиланские острова. Что-то подобное. Нет. Ничего подобного. Ребят. Мальдивы это особенное место. И оно заслуживает вашего внимания. Потому что мы влюбились в Мальдивы. И мы сюда теперь вернемся. На водной вилле тихо. Водная вилла сделана из бетона. Они монолитные. Стеклопакеты качественные. То есть тишина, комфорт. Никакого вот этого чувства, что шалаш нет. То есть волны вообще никак не чувствуются. Хорошая уборка номера. Постоянно ездят в баги. Довозят. То есть тут как бы пешком сильно не надо ходить. Если что-то надо, то запасайте с терпением. Единственный минус. Потому что оно как бы... Просишь нитку с уголкой. Получаешь на следующий день. И с мылом было так же. В Wi-Fi везде хорошо ловят. Но скорость самого интернета слабенькая. Ютюб в 4К не посмотрит. Ну, оно вам вообще надо на отдыхе. Как бы снимаем контент. Выкладываем его потом. Огромнейший плюс это то, что это отель новый. Он не загажен. Грибка в ванной нет. То есть нигде плесневелого ничего не увидел. Не нашел. Потому что хочется придраться за большую оплаченную сумму. Но не получается. Каждому подарили по фирменной футболке. Позвали на вечеринку. В итоге мы проспали ее днем. На нее не пошли. Но футболочки у нас остались. Еще минус большущий. Это много мертвых кусков кораллов. Остров насыпной. И берите с собой кораллки. Обязательно. Потому что в воду заходить, если босиком, больно. Ну или как бы нечувствительная кожа. И не заметите этого. Мы взяли кораллки. И ну хорошо. Мы взяли кораллки. Субтитры сделал DimaTorzok